Два года колонии-поселения. Такой приговор вынес Наринмарский городской суд пьяному лихачу. Напомню, 4 марта этого года Александр Литков на снегоходе сбил пешехода. Инцидент произошел в самом центре окружной столицы на улице Смедовича. Пожилая женщина чудом осталась зажива, но получила тяжелейшие травмы. При этом Литков был пьян и пытался скрыться с места происшествия. Все подробности в материале Ивана Кутейникова. Страшная авария случилась в самом центре Наринмара. По словам очевидцев, снегоход на огромной скорости несся по пешеходной улице со стороны универмага. Я увидела, отсюда летит буран. Он где-то вот здесь остановился, и очень много снега было. Елена Филиппова в тот вечер гуляла с коляской по Наринмарскому арбату. Все произошло в считанные минуты. Снегоход буквально промчался по улице Смедовича и сбил пожилую женщину. На помощь пострадавшей сразу бросились прохожие. Она очень кряхтела, и, видать, очень тяжело было. Лежала она на спине. Водитель очень пьяный был, сильно пьяный был. Водитель, вылетев со снегохода, попытался сбежать, но его тут же задержали очевидцы. Мужчина еле стоял на ногах и даже не понимал, что натворил. Чуть позже стражи порядка изъяли у него бутылку водки. При этом документов на транспортное средство у водителя при себе не оказалось. К моменту прибытия скорой помощи пострадавшая уже потеряла много крови. Женщину с тяжелейшими повреждениями, в том числе с черепно-мозговой травмой, увезли в реанимацию. Несмотря на не самый благоприятный прогноз медиков, пострадавшая выжила. Александру Литкову были предъявлены обвинения по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью. Смечающими наказания обстоятельствами суд посчитал полное признание Литковым своей вины. На основании части 10 статьи 316 уголовного процесса РФ должны быть вынесены на счёт федерального бюджета. На основании изложенного руководства статьи 316 уголовного процесса РФ суд приговорил признать Литкова Александру Николаевичу виновным совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 43 года. Кроме того, суд обязал Литкова выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей в качестве компенсации нанесённого ущерба. С решением суда осуждённый полностью согласился. Кстати, после произошедшего инцидента на въездах в пешеходную зону на так называемом Арбате всё же поставили ограждение. Иван Кутейников, Алина Ваучейская, Сергей Качиков, Александр Дуркин, Телеканал Север.